Я вернулась, и я так сильно по всем вам скучала. Это Тара из Тара Саймон Студиос. Я так рада быть снова с вами. И сегодня будет реакция на единственного и неповторимого. И он нам споёт. Давайте сделаем это. Очень интересно послушать, как он будет петь в студии. Я знаю, что это живой звук. И вот как всегда, он даже здесь погружается в образ, словно он выступает где-то на сцене. И это настолько важно, даже когда вы на студии и вас никто не видит. Нужно проживать эти моменты. Смотрите на эту связь, которую он здесь создаёт. Обожаю это продолжительное дыхание. Слышали вот это? Потрясающе! Прелестные, крошечные, кружева. Как много дыхания. Это в первый раз за всё время, когда он использует чистый тон. Хотя мы уже смотрим это больше минуты. Каждый раз, когда вы освобождаете место для вокальных частот, вы получаете свой чистый тон. Если вы хотите научиться петь между субтоном и чистым тоном, вы не должны забывать о свободном пространстве. И в таких нотах, которые удобны для вашего диапазона, там будет больше дыхания, которое можно усилить, если нужно. Но как только я дохожу до вот этого звука, там остаётся меньше места для воздуха. И таким образом мы получаем чистый тон. Конечно, можно было бы добавить дыхание в этот звук, просто опустив язык и оставить рот открытым. Слышите разницу в тональности? Но он выбрал спеть это чистым тоном. И мне это нравится, потому что это прекрасное раздвоение звука. Он спел это субтоном и спел это чистым тоном. Люблю этот плачевный крик. А здесь впервые звучит его грудной голос. Прошла минута и 24 секунды. Великолепно! Это, конечно же, карточка. С вопросом, как? Итак, вот что он только что сделал. С грудного голоса на головной голос и потом субтон. Субтон. Это не просто сделать. Нужен полный контроль над расположением всех своих регистров. Не уходи. Прошу, не уходи. Прекрасное дыхание. И он продолжает это петь. Обожаю этот звук. Красиво. И он сделал это снова. Чудесно. Какие вкусные колебания. Он стал ещё совершеннее, чем был. Я не могу поверить в то, что он продолжает развиваться. Шаршамайсон, Димаш. Его мастерство сейчас уже совсем на другом уровне. Он продолжает сохранять звук, даже когда его уже не слышно вслух. Через своё дыхание. То есть это завершение ультразвуковыми нотами. Ведь он всё ещё выдыхает этот звук. Без пения. Это всё равно, что... Это как остановить ноту во времени. И он делает это на протяжении всей песни. Какое плавное смещение. Это было круто. Что-то такое. И вот что это было. Он сделал акцент на одной ноте. И затем одновременно ослабил её звучание. И сделал несколько таких повторений. И вот что это было. Это было страшно красиво. Назад в субтон. И потом это вибрато. Какой грандиозный мужской звук. А-ля повороти. Это классическое размещение. А вас не сбивает с толку, как он преодолевает разрыв между своим классическим оперным размещением на этих звуках? И или О. И на больших гласных. И так прекрасно совмещает это в поп-стиль, как бы выпадая под конец ноты. Я буду называть это выпадением, как бы это ни называлось. Этот красивый звук О. Эти прочные линии вибрато. И потом под конец он словно выпрыгивает с этого. В общем, это выпадение. Это фантастика. Давайте послушаем это ещё раз. И вы поймёте, о чём я. Спад. Выпал. Великолепно. Обожаю этот вокальный фрай между гласными звуками. Прекрасное нарастание. Обожаю этот риф. Люблю, не могу. Идеальное размещение на этой ключевой фразе. Просто отлично. Вот так закрутил. Отличная работа, Димаш. Смотрите, как он сам себя дирижирует. И так, это для меня прям вызов. Дайте-ка я испытаю себя. Невероятно. Боже мой, это что-то... Боже мой! Обожаю этот спад. Да, это было прекрасно, там что-то еще. Субтитры создавал DimaTorzok Это было опупенно. Димаш, когда-нибудь мы споем вместе. Я знаю, это будет непросто. Потому что это мечта. Спеть с таким человеком. Он, конечно же, поет лучше меня. Ребята, я вас всех люблю и горжусь вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!